Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, потом мы с вами разберем и оставите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Каля, здравствуйте! Очень нравится смотреть ваше видео. Больше скажу, очень нравится на вас смотреть. Но мне нравятся мужчины, если что. Это комплимент вам. Как-то вы так красиво говорите, вроде обволакиваете своего слушателя. Сейчас к делу. Коротко. Встречалась с турецким парнем, прошел второй год, вот в конце лета будет два года. За это время виделись пять раз, из которых он приехал ни разу. Но зато он всегда платил за отдых, за гостиницу, даже в последний раз купил мне билеты. Даже в последний раз купил мне билеты. То есть все это время вы их оплачивали. Окей. Но все прошлые разы я сама их покупала. Вроде все хорошо. Но вот как-то мы поссорились и, возможно, я наговорила лишнего. Меня задело, что он как-то в грубой форме запретил мне что-то ему писать, удалять свои сообщения. Его это бесило. Я в ответ ему сказала, кто ты мне такой, чтобы что-то запрещать. Я понимаю, что нельзя так говорить с мужчинами, тем более турецким. Но в тот момент мной руководили эмоции, я как спичка. После этого мы через несколько дней помирились. Я написала ему, чтобы он простил, что я была не права. Вроде помирились. И все было бы хорошо. Но о нашей ссоре он рассказал своей маме. Я спрашивала, зачем он это сделал. Он ответил, что он был очень зол. Не спал всю ночь. Мама все это увидела. Спросила, что случилось. И вот он все и доложил ей. Мы с моим молодым человеком помирились, а вот маме это все не понравилось. Постоянно говорит ему, чтобы он бросил у меня, что я его не уважаю. И никогда не буду уважать. Каждый день выносит ему мозг. А он ей говорит, что любит меня. Но при этом наше с ним общение сейчас свелось к доброе утро и спокойной ночи. Мы и так много не говорили. В основном переписывались. И сейчас так вообще. Я учила турецкий язык 6 месяцев. Ему это почему-то не понравилось. Потому что я работаю и после работы делаю уроки по-турецкому. Потом у меня урок. И времени для него оставалось мало, как он говорил. Говорил, что не нужно учиться. Я тебя сам всему научу. В итоге не учит. И я от уроков отказалась. Вернулась к делу. И вот сейчас он решает, что с нами делать. Как поступить. Или маму послушать и бросить меня. Или остаться вместе. Как себя вести в этой ситуации, я не знаю. Мне это неприятно, конечно. Я не знаю, что он думает. Возможно, послушает маму. Обидно, что потрачено столько времени. У турецких мужчин всегда так. Нет своего мнения. Или они должны слушаться родителей. Даже в зрелом возрасте. Меня пугает, что мой молодой человек такой нерешительный. Что вы думаете по этому поводу? Что делать мне? Просто ждать? Может, нужно поддержать его? Потому что это трудно. И когда есть неполадки в семье. И когда твоя семья давит на тебя. Я не знаю. Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо за внимание. Буду очень благодарна за любой ответ. Забыла написать, что я с Украины. Мне 31 год. И молодому человеку тоже 31 год. Он живет в Стамбуле. Ну что? Мне кажется, все очень просто. Тут не надо и психологию знать. И жизнь Турции. Или еще что-то. Очень все просто. Это просто не ваш человек. Понимаете? Это не зависит... Вот если брать... Все турки... Нет, не все турки нерешительные. Да, они прислушиваются к мнению родителей. Кого воспитали в таком патриархальном, матриархальном обществе. В семье. То есть родители уважают. Их любят. Но это зависит больше от воспитания в семье. От их... Что у них заложено. От привычек. От характера самого человека. От вашего парня. Есть такие, когда в семье, да, против иностранок, например. Или хотят, чтобы слушали папу с мамой. Они там, не знаю, подыскивают пару. Удачный какой-то союз своим детям в семье. У них так заложено, да. Родители, короче, слушают и повинуются им. То есть дети не дозволены им вообще право влево вступить. Но находятся даже в таких, когда большая любовь. Или человек вырастает сам по себе. Мужчина. Он мужиком становится. И он идет наперекор своим родителям. Поступает так, как он хочет. Это от самого человека зависит. Не важно, что руководит вашим мужчиной. Почему он себя ведет. Вы спрашиваете конкретно ваш вопрос. Как мне себя вести? Что мне делать? Ничего не делать. Не конфликтовать с ним. Не психовать. Не тратьте ваше время и нервы, короче говоря, на это. Отпустите просто ситуацию. Пусть решает, что хочет. Хочет слушать свою маму? Пусть слушает и выбирает свою маму. То есть у него выбор идет между мамой, послушать ее советом, и между вами. То есть для вас это уж... А для вас, вам что делать? Вам делать выводы по поводу этого мужчины. Для вас это не то, что звоночек, колокольчик вам трубить. Можно просто в колокола звонить. Не ваш это человек, у которого уже есть сомнения, нужны вы ему или нет. Послушать свою маму? Вот если бы мне такой выбор... Я вот такой услышала, да? Мой мужчина думал, ой, я, наверное, маму прислушаюсь. Мама тебя не любит. Я бы уже давно сказала, вали, иди со своей мамой живи. Выбирай. Мама важнее. Вот лучше, спокойнее будет в будущем, если ты выберешь такую себе жену, спутницу жизни, которая маме твоей будет понравиться. Но, скорее всего, маме всегда всей будут не нравиться, потому что они будут не такие идеальные, как сама мама. И себе замену она не сможет найти для своего сына. Это их личные отношения с мамой. Это их проблемы, скажем так. Для меня бы это уже было оскорбительно. Это унизительно. Между мной и кем-то делают выбор между мамой. Ну что? Пусть выбирает. Это уже ненормально. Вам стоит задуматься, зачем вам нужен мужчина, который уже подвергает какому-то сомнению, не хочет отчасти с вами быть. Если бы хотел, все было бы уже решено. Два года. Ну да, это как раз такой переломный момент. Приличное время прошло. То, что он не покупал там билеты вам. Ну, это ваши личные финансовые какие-то решения. И это ваше. Я в это вообще не лезу. Это не показатель чего-либо. Об этом мало информации в письме. Мы не можем как-то рассуждать, о чем-то догадываться, что-то констатировать. Было и было. Окей. Но про самого человека, вот про нерешительность, зависимость от родительского мнения и всего прочего. Вообще вот эта слабинка. Он маме рассказал про ваш конфликт. Вам это надо? Если он даже выберет вас, как-то вы с мамой притрётесь, скорее всего, возможно, вы будете жить вместе с его мамой. Вполне возможно, такой даже 50 на 50. И он всё будет маме рассказывать. А вам это приятно будет? Ваши личные какие-то тёрки, планы. Потом у вас родятся дети. Мама будет лезть вам с воспитанием ваших детей. Понимаете? Это вообще тоже. Это... Если даже он выберет вас, что, в принципе, унизительная самая ситуация, выбор какого-то для вас унизительная, потому что вы это позволяете человеку делать, его нерешительность. Если он, короче, решится даже, то в будущем потом это всё равно проблематичные будут отношения. Вас будут припинать. С вашим мнением, возможно, не считаться. Готовьтесь к тому, что вы будете воевать с его мамой. И запальму первенства дома. Если даже с вами жить не будет, приходите вам порядки наводить, чтобы было по её. Боже. Ну, короче, не надо под это... И по характеру, конечно, зависит. Понимаете? Вот в таких ситуациях часто такое встречается. Кто-то в комментариях пишет, да, я бы с такими мог жить. А кто-то говорит, я по моему личному характеру я бы так не смогла жить никогда. Я вам, как психолог, скажу, если у вас проблемы с вашими родителями или вы из детского дома, вас воспитывали там бабушка, дедушка, не было за вами именно папы, мама, родителей, либо у вас с ними тёрки, вы очень одинокий человек, вы рано ушли из дома, вам недостаток вот этого семейной заботы, вот этого объединения семейного, влияния родительского, то тогда такой спутник жизни со своей мамой или бы с такой семьёй своей, которая будет конкретно лезть в ваши отношения, вам такой человек может подойти по жизни. Вы с таким сможете жить, потому что вам всю жизнь этого не хватало, у вас не было родительского внимания, и относиться к такому давлению со стороны семьи, вмешательству, жить вот этой одной большой семьёй, вместе с родителями, вам это может понравиться даже. И такие люди есть, потому что у них изначально трепет и желание семьи очень важно, и хочется вот именно они за этим идут в отношениях, они таких и находят себе людей. Если это ваш случай, вам это может подойти. Но если вы своенравный человек, самоуверенный, самодостаточный, ну у вас, кстати, самооценка уже проблема, потому что вы мужчине позволяете какой-то выбор допускать между вами и мамой, и вы такого мужчину себе нерешительного выбрали, или вы уже допускаете всё это к себе такое отношение, вы же себя не очень любите, не до конца, скажем так, да, долюбливаете. Если вы самодостаточный, своенравный человек, то это всё мимо вас. Вы не сможете, даже если вы на время себя заткнёте, своё какое-то я, будете соглашаться. У меня есть такая знакомая, которая вышла замуж за муж, уже где-то не в Турции связана. И она вот, она хотела семьи, даже у неё была, у неё не полная, скажем так, семья, родители никогда не занимались, хотя они были. И она хотела вот в такой вклан залезть, в такую семью, чтобы родители любили, заботились, там, знаете, давали какие-то продукты с огорода, питание, вот это семейное такое, знаете, было, чтобы родители спрашивали о ваших планах с мужем, да, с детьми там как-то помогали, когда они появятся. А она допросилась, она вышла за такого замуж, и первое время она этого хотела, потом начала понимать, что её мнение вообще нигде не учитывается в семье в этой. И родители на стороне всегда и сына своего поддерживают. Он также сливал какие-то конфликты, он не то, что сливал, для него просто это норма поведения, она такого мужа выбрала. У него норма рассказывать маме с папой, что они там поругались, не поделили, и ещё что-то. Родители стали влазить в отношения, она стала понимать, что, блин, не все так живут, и это не очень приятно, и с мнением её не считаются. Она увидела минусы. А потом она начала внутри понимать, расти, скажем так, сепарироваться от его родителей, от своих родителей, вот это всё переживать, и понимать, что она личность, она независимый человек, она не хочет, чтобы ей в 30 с лишним лет диктовали родители не её, а её мужа. То есть, по сути, кровно, да, чужие люди, по сути, да, которые воссоединились, они её не рожали, говорили ей, как жить, что и делать. И в итоге всё до развода не смог человек. И даже с такими запросами изначально, которые она хотела, чтобы у неё такая семья была, которая не была в детстве, хотя бы родители мужа ей это дали. Но это было неестественно, это не то, это очень мало людей, которые на это смогут с этим жить, на это пойти. Это единица. Если вы себя считаете на это готовым, сильным, попробуйте. Ну, это, блин, наверное, 10%, 90% не смогут так. Вашего мнения просто не будет. Поэтому, касаемо вашего турка, вообще в другие темы какие-то ушли, да, вашей ситуации, вы даже говорите, мне неприятно, мне обидно, ну, не позволяйте себя обижать. Прекратите отношения раньше. Поставьте точку, скажите уже, так, давай выбирай, короче. Ты там что-то думаешь, как мы будем в будущем, давай конкретно уже по факту будем вместе, давай собираться там переезжать, съезжаться, решать юридические вопросы, семейные. Ты вообще хочешь семью или нет? Хочешь жениться или нет? Детей ты хочешь? Вот у вас должен состояться откровенный взрослый разговор. А пока вы будете ждать, что он решит, не в вашу пользу будет решение. А зачем вам в вашу пользу решение от такого нерешительного человека? Какая-то масломасляная, по словам, на решение получилось, но все же. Короче, это в любом случае, вот честно, для здоровых отношений нормальных, это не тот вариант. Вам сразу говорю, по-честному. Если вы еще хотите за что-то там держаться, унижаться, разрешать ему там выбирать между вами и мамой подписаться на всю эту историю в будущем, неприятную для вас, в итоге в проигрыше вы останетесь. Вам это нафиг надо. Если вы готовы это делать, все равно вам уже пора короче ставить точки над «и». Вот и все. Накапала точка кипения какая-то, когда надо принимать решение. Я, короче, так считаю, что либо вы просто спускаете на тормоза тему эту, не обсуждаете, вам вообще становится действительно наплевать на его маму, кого он чего выберет. Вы живете здесь и сейчас, наслаждаетесь своей жизнью, какими-то, может, отношениями, либо начинаете искать себе другого мужчину, своей жизнью, своей стране, своей работой, своими делами наслаждаетесь. На него вот просто есть-есть, окей. И вы его в расчет, как в планы в свое будущее уже не берете. Неважно, короче, что он выберет, вы уже все на него наплевали, забили, короче, грест. Да-да, нет-нет. Если откажет, ну окей, до свидания. А если скажет, да, ну окей, попробуем. Но если вы себя любите, уважаете, я бы предприняла действия, и я бы сама поговорила, и я бы поставила точки над «и» и просто разошлись, и все. Просто молчать дальше, ну смысла нет. Да и вообще влазить в это тоже смысла нет. Любите себя, уважайте. Вам же вот это вот ощущение... Я вообще не понимаю, как люди вот еще такими вопросами, скажем так, задаются. Девочки, в вашей жизни все зависит от вас. Если отношения вам доставляют какие-то неприятные ощущения, эмоции, вы ими недовольны, вас унижают, делают какой-то выбор, что-то вам не нравится в отношениях, и это не меняется. Вы предпринимаете, попытки, ничего не меняется. Это говорит о том, что это не ваш человек, не надо долбиться в закрытую дверь. Если вы даже эту дверь кувалды проломите, в щепки разнесете, добьетесь своего, этот человек с его характером, позицией, поведением, он останется таким. И не в этой ситуации, так в других. В будущем он все равно будет себя свой вот этот характер, с которым вы же воевали, показывать. Ну, одну дверь вы разобьете, вам еще всю жизнь, как баран, убежать на эти двери и биться башкой у них в вашей семейной жизни. У вас все через преодоление, будет через препятствия, через какое-то напряжение, надавливание, выжимание чего-то. Это же не жить и наслаждаться жизнью. Это воевать. Так зачем вам воевать, вступать в отношения, где придется воевать? Найдите отношения, в которых вам не придется, в бусе шито, гладко, спокойно. И здесь вопрос к тому, почему вы лезете в такие отношения и готовы, почему вы воевать? Это ваши личные комплексы. Страхи. Ваш страх, вы обрабатываете свои страхи. Страх остаться одной, например. Страх вот этого всеобщего давления, что ты там старая, поезд уходит, пора замуж уходить, все прочее. С этим надо работать, а не с тем, что почему он такой плохой турок, он мне там непонятно, когда, что он между мной и мамой выбирает. Здрасте, приехали. Вы позволяете этот выбор, вот и все. Я надеюсь, что вы меня поняли. Кто что может подсказать, пишите в комментариях девушке. Я думаю, ей просто взгляд со стороны, почитать мнение людей будет очень полезным. Спасибо за ваше внимание. Всем пока.